На часах 13.05 в эфире особое мнение в студии Дарьи Тепузлеева. В гостях у меня сегодня заместитель секретаря общественной палаты Кировской области Марина Копырина. Марина Николаевна, здравствуйте. Давно вас не было у нас в гостях. Добрый день. Да, все что-то как-то в боях и походах. Домой на 2-3 дня появляюсь, поэтому как-то вот времени-то совсем не хватает. Нас можно слышать на частоте 101.0. Онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте эхокирова.ру. Если у вас есть вопросы, к Марине Николаевне номер для ваших смс 8909-720-101.0. Вопросы также можно задать через форму анонсов на сайте эхокирова.ру. Мы начнем, наверное, с темы, которая в свете общественной палаты, деятельности общественной палаты, на мой взгляд, последние несколько недель была самой обсуждаемой, самой горячей. Наделение общественной палаты правом законодательной инициативы. Я, на самом деле, как и мои коллеги, были немало удивлены. Я смотрела пленарное заседание, потому что мы думали, что, в принципе, уже все решено, и голосование по вопросу будет носить скорее формальный характер. Но слушателям напомню, если кто не помнит, не прошел законопроект, и Абконе получила право законодательной инициативы. Вы вообще как относились к самой идее? И ваши впечатления после голосования? Ну, знаете, в общем-то, я уже в третьем созыве общественной палаты, поэтому этот вопрос у нас обсуждался и в первом созыве, и в созыве во втором созыве, и, в общем-то, в третьем созыве мы тоже к этому пришли. Изначально, в общем-то, мы были против этого, потому что, в общем-то, мы будем так говорить, мы были не готовы, просто общественность, были не готовы взять на себя такую ответственность. И когда вопрос стал о том, чтобы все-таки общественную палату наделить, законодательные инициативы, это не спонтанное решение и не наша там прихоть, которая сиюминутно возникла и нам ее надо было удовлетворить. Это взвешенное и продуманное решение. И конечно для меня тоже была неожиданность, поскольку я в это время на форуме юридическом находилась в Санкт-Петербурге, с 19-го проходила ЗАГС Собрания, что все-таки у нас не нашло поддержки и понимания депутатов ЗАГС Собрания этот вопрос. Тем более у нас, будем так говорить, такая была хорошая поддержка и в лице губернатора Никиты Юрьевича, и в лице председателя ЗАГС Собрания Алексея Максимовича. Поэтому для меня это тоже несколько неожиданно, потому что вопрос действительно обсуждался, и с депутатами мы встречались, и проблема эта была обозначена. И у нас ведь даже по процедуре, исходя из того, что мы обсуждали предварительно, то есть это будет ведь не мнение какого-то единоличного члена, если взять, допустим, законодательное собрание на сегодняшний день, то каждый депутат имеет право законодательной инициативы. Но для общественной палаты ведь система немножко другая, то есть у нас это решение будет приниматься пленарным заседанием, и не просто пленарным, а большинством голосов на пленарном заседании. То есть если исходить из того количества, которое на сегодняшний день это 48 человек в общественной палате, то это по сути мнения 48 человек, которые, в общем-то, будут высказывать, и не столько это будет наше мнение, а просто нам хотелось сделать более доступной законодательную инициативу для граждан Кировской области. Потому что если придерживаться буквы закона, то для того, чтобы граждане проявили инициативу свою в плане законодательной инициативы, то должно быть 60 тысяч подписей. Согласитесь, что это нереально, исходя из того, что у нас портал работает, и связь обратная есть, и все, но тем не менее, даже хорошие инициативы у нас поддержки вот такого большого количества не находят. Поэтому вот исходя из того, что более доступно для граждан, и чтобы граждане понимали, и чтобы мы могли поднять активность наших граждан Кировской области, в общем-то, для этого эта законодательная инициатива в общественной палате и нужна. Ага, ну вот, к слову, понять активность. Сергей Полушин, депутат, который выступал против, он пояснил, собственно, свою позицию и сказал, что общественная палата не проявила себя вообще, в принципе, в какой-то законодательной инициативе. Потому что 12 человек от депутатов в палате есть, то есть, в принципе, они могут через депутатов выходить. И он сказал, что мы не увидели, что общественная палата вообще, в принципе, как-то хочет работать в этой законотворческой сфере. То есть, с какими законопроектами вы хотите выходить, хотите ли вообще выходить. Ну, то есть, тут их, может быть, тоже возможно понять. То есть, они должны вас наделить правом законодательной инициативы, а палата ни разу никакой такой инициативы вроде бы и не проявила. Ну, вот это неправда, конечно. Ему надо внимательнее просто смотреть на нашу работу, на работу общественной палаты. Во-первых, у нас и члены общественной палаты участвуют во многих рабочих группах по подготовке тех или иных законопроектов в Кировской области. И даем на многие законопроекты заключение общественной палаты. И вот в плане того, что не было никакой инициативы, вот мы с вами планировали говорить о бесплатной юридической помощи. Так, по сути, вот этот законопроект, который у нас появился и вырос потом в закон 607 Кировской области о бесплатной юридической помощи, это, в общем-то, инициатива в том числе и общественной палаты. Нас потом поддержал Никита Юрьевич и от имени правительства внес этот законопроект в ЗАГС Собрание. Поэтому говорить о том, что вообще никакой инициативы от общественной палаты нет, я бы вот поопасалась бы так говорить. Потому что, действительно, желание есть и работа есть. И опять же вернусь, потому что это мой больной вопрос, бесплатная юридическая помощь. Если бы у общественной палаты была законодательная инициатива, то я думаю, что уже поправки в закон были бы приняты. Потому что мы с гражданского форума с октября месяца говорим о том, что надо. Все с нами соглашаются, нас и прокуратура поддерживает, и управление Минюста, и Минюст, и правительство. Никита Юрьевич, в общем-то, когда встреча с ним была, членов Совета общественной палаты, тоже поддержал. Но, тем не менее, ВОЗ и ныне там. Законопроект должен быть по заданию губернатора подготовлен 1 мая. Но до сих пор, вот 19-го прошла сессия очередная ЗАГС Собрания, но законопроект ведь не вынесен. И у нас получается так, что, в общем-то, вроде бы как и не надо общественной палате. Мы же хотим, в общем-то, и оперативность, чтобы была. Вот я понимаю, что да, мы можем к любому депутату ЗАГС Собрания обратиться. Мы можем к правительству Кировской области обратиться с какими-то своими предложениями, чтобы кто-то из депутатов нас поддержал и вышел с определенной законодательной инициативой. Но это же все время. Во-первых, необходимо встретиться с кем-то, необходимо его убедить, чтобы он действительно проникся и понял, чего мы хотим и как мы хотим. То есть это вопрос времени? Это вопрос времени, во-первых. А во-вторых, вот я говорю, что если бы право было инициативой, то я думаю, что поправки в закон мы бы уже приняли. И жители Кировской области могли бы уже пользоваться по полной программе бесплатной юридической помощью, а не только в той части, на которой она на сегодняшний день существует. Ну тогда, то есть если вот мы говорим о том, что нужно встречаться с каким-то депутатом, пытаться его убедить в том, что тот или иной законопроект необходим, а ведь там в парламенте ситуация будет точно такой же. То есть когда вы будете выходить с этим законопроектом, вам придется убедить ни одного человека. Ну там все понятно, что мы будем работать все равно с комитетами. И речь-то идет не просто о том, что вот нам захотелось сегодня, мы придумали там что-то и пошли. Это же будет проработано и продумано, потому что я все понимаю, насколько это, в общем-то, ответственность для общественной палаты. Потому что подготовить законопроект или поправки в законопроект, это не так просто. Там ведь и юридическая экспертиза, и техническая, будем так, моменты экспертиза, и определенная, в общем-то, процедура существует для того, чтобы это все подготовить. Но были возражения от членов ЗАГС Собрания еще в том плане, что якобы у нас увеличатся расходы на содержание аппарата общественной палаты. Это вот совершенно надуманно, потому что у нас... Вы там сами справитесь. Нет. Я говорю о том, что мы работаем на общественных началах, то есть нам за это никто ничего не оплачивает. Аппарат, да, содержится, потому что там понятно, что без них нам не обойтись. На 48 человек, у нас 4 человека, грубо говоря, в аппарате работают. И с нами работают ведь еще эксперты, которых мы привлекаем тоже на общественных началах. Причем эксперты это доктора юридических наук. То есть говорить о том, что это люди с улицы, они ничего не понимают, это как раз специалисты в определенных отраслях права, которые тоже работают на общественных началах. И поэтому говорить о том, что у нас какие-то расходы увеличатся на содержание аппарата, если нам дадут право законодательной инициативы, это вот действительно надуманно. Ну, Никита Белых после голосования назвал там позицию ряда депутатов в несколько стран и заявил, что будет еще раз выходить с этим законопроектом, потому что в третьей или во второй части, уж не помню, пленарного заседания появилась информация о том, что там и техника не работала или еще что-то, какие-то проблемы были. Вот со второго раза есть шансы? Ну вот вы знаете, я тоже посмотрела информацию, которую разместила общественная палата после заседания 19 мая. И вот в частности увидела там, что не учли голоса депутата Бакина, еще второго представителя. Насколько я знаю, с Владимиром Гавриловичем мы действительно общались, и он поддерживал законопроект. И я не думаю, что к моменту заседания он свое мнение переменил, что вот не учли, да, что там якобы техника зависала, что не все голоса, которые, по сути, сказали, что не хватило трех голосов. Если учесть, что вот не прошел голос Бакина, не прошел голос еще второго депутата, то получается, что, в общем-то, по сути, один голос, да? Ну вот просто слово переменим мнение, тоже тут у нас не первый раз в эфире эту тему уже обсуждаем. И если вот посмотреть, то есть голосовали дважды, я думаю, уже в курсе. И во второй раз получилось, что часть тех людей, кто воздержался во время первого голосования, они перетекли впротив. И потом, когда посмотрели пофамильно и задавали людям вопрос, собственно, почему мы первый раз голосовали так, а во второй раз по-другому, прозвучал ответ, что нас возмутило то, с каким нахальством, сейчас не знаю, правильно ли вспомню слово, то есть законопроект протаскивает. То есть вот нет ли здесь опасности, что Никита Юрьевич выйдет во второй раз, и ситуация будет еще хуже? Ну, знаете, я, честно говоря, не понимаю, вот в чем проблема и чего опасаются депутаты ЗАГСобрания, вот таким образом себя поставив. Потому что, в принципе, уже 18 субъектов Российской Федерации, где есть общественные палаты, у них есть право законодательной инициативы. Плюс, по-моему, 17 или 19 областей, где решается вопрос о наделении общественных палат законодательной инициативой. И говорить о том, что мы каким-то образом, если в общественные палаты Кировской области будут право законодательной инициативы, будем, так сказать, уменьшать авторитет, что ли, ЗАГСобрания, или каким-то образом там влиять, я думаю, что об этом вообще речи быть не может. То есть депутаты ЗАГСобрания, это депутаты ЗАГСобрания, их полномочия, они понятны всем. И не надо думать, что это появится какой-то там 55-й член законодательного собрания. У нас ведь не будет права голосования при принятии решения, у нас только будет право внести какой-то законопроект определенный. Поэтому я думаю, что вот этого вообще не надо бояться. И надо дать возможность попробовать, потому что как они решают вопрос о том, чтобы принять этот законопроект и дать возможность работать в общественной палате с правом законодательной инициативой. И если, допустим, мы каким-то образом себя дискредитируем, то же самое право у ЗАГСобрания есть. И прекратить эти полномочия в праве законодательной инициативе, нам отказать. Поэтому я думаю, что надо обязательно все-таки дать возможность, потому что это не нам нужно. Хотя бы попробовать. Да, хотя бы попробовать. Гражданам города нужно, обществу. Прервемся мы на небольшую рекламную паузу, после продолжим. Особое мнение в эфире мы продолжаем. В студии Дарьи Токузлеева. В гостях у меня заместитель секретаря общественной палаты Кировской области Марина Капырина. До перерыва мы поговорили о том, как прокатили законопроект о наделении об Копровом законодательной инициативой. И затронули вы уже тему с внесением изменений в закон на бесплатную юридическую помощь. Речь об этом шла на общественных слушаниях. Вопрос этот поднимался. С чем связана необходимость внесения этих изменений? И какой характер они вообще должны носить? Мы об этом говорили на гражданском форуме. И говорили об этом и на встрече с губернатором. И прокуратура нас поддержала. Минюст поддержала. Управление Минюста. Но тем не менее, в основном не там. Речь идет о том, чтобы, во-первых, в 324-м у нас есть такая категория граждан, которые относятся к малообеспеченным. То есть там, если величина прожиточного минимума и доходы человека как бы не соответствуют, не совпадают, если меньше величины прожиточного минимума доходы, то гражданин имеет право на получение бесплатной юридической помощи. Фактически у нас получается так, что там на 2-3 рубля пенсия или доходы семьи больше величины прожиточного минимума. Мы реально понимаем, что человек малообеспеченный, но чисто следуя букве закона, мы ему бесплатную юридическую помощь оказать не можем. У нас такое часто бывает? Такое бывает очень часто. Не только с юридической помощи. Поэтому получается, я говорю об этом изначально, когда только был 324-й принят, что давайте сделаем все-таки во многих регионах, это есть, двухкратный размер увеличины прожиточного минимума. И тогда у нас те, кто действительно малообеспечены, кто нуждается в такой помощи, смогут ее получить. То есть вот эти 2-3 рубля как раз у нас туда уйдут, и у нас немножко добавится немножко. Я понимаю, что добавится в плане количества обратившихся, но тем не менее, это не будет массовый такой поход, что мы прям вот все деньги бюджетные съедим, ну я так уж грубо говорю, на этой помощи. И второй вопрос, который мы поднимаем, это изменения, которые мы хотели бы внести в наш 607-й закон Кировской области о бесплатной юридической помощи. У нас на сегодняшний день там добавлено 6 категорий граждан, дополнительно к федеральному 324-му. Это одинокие мамы, это инвалиды третьей группы, неработающие пенсионеры, участники боевых действий, дети-сироты, дети, оставшиеся в этой бесплатной юридической помощи. То есть это региональный, да? Это наш региональный закон Кировской области. Плюс 6 дополнительно к тем категориям, которые есть в российском законе 324-м. Но на сегодняшний день мы оказываем только устные и письменные консультации по всем вопросам, за исключением вопросов предпринимательской деятельности. Но если даже мы проконсультировали гражданина, а он юридически неграмотный, понятно, что он реально свои права уже надлежащим образом не сможет защитить. То есть он грамотно не напишет исковое заявление, он не сможет обратиться, допустим, в прокуратуру с какими-то там жалобами на действия тех или иных должностных лиц или органов, которые нарушают его права. То есть он максимум поймет, что его обманули. Да, и не сможет, тем не менее, не сможет отстоять свои права в судебных заседаниях. Поэтому мы хотим, чтобы вот эти шесть категорий, которые у нас есть в законе Кировской области, получили свое дальнейшее сопровождение, вот юридическая помощь. То есть чтобы адвокаты могли составлять им в том числе исковые заявления, иные документы правового характера и плюс поддержка в судебных заседаниях. То есть это будет, ну, в случае принятия, это будет не только консультация, но и дальнейшая работа. Да, это все дальнейшее сопровождение. То есть это реально будет та юридическая помощь полноценная, которую гражданин имеет право получить и который должен ее получать. Потому что, ну, согласитесь, устная консультация, ну, сказали мы, как вы говорите, что вы поняли, что вас обманули. А что реально вы дальше будете делать? Ну, сказали вам, что надо написать исковое заявление, с этим исковым заявлением идти в суд. Что может реально гражданин? Я понимаю, что сейчас есть у нас интернет-ресурс, что у нас есть образцы заявления в судебных участках, там, в судах. Но согласитесь, что человек, когда он вообще юридически неграмотный, каждый случай индивидуальный, и даже если есть образец, то просто человек, который не имеет юридического образования, он не сможет достаточно грамотно с учетом своей ситуации, с учетом всех обстоятельств, которые необходимо в этом исковом заявлении написать, указать. Даже в паспортном столе иногда бывает по образцу, не можешь заявлений заполнить, вопросы возникают. В том-то и дело. А тем более, когда в судебном заседании, особенно по гражданским делам, там иногда такие вот обстоятельства всплывают в ходе судебного заседания, что, ну, просто гражданин, он не сможет сориентироваться, и не сможет решить, продолжать ли процесс, либо заявить ходатайство об отложении этого судебного заседания и истребовании каких-то дополнительных доказательств, которые может сделать, допустим, только суд, либо самим необходимо там время для того, чтобы подготовить какие-то дополнительные материалы. То есть вот в этом плане, когда у нас будет от и до оказанная юридическая помощь, тогда граждане Кировской области действительно в полной мере могут пользоваться бесплатной юридической помощью, и она будет на должном уровне. А вообще пользуются популярностью? Пользуются. Обращаются? Несмотря на то, что, да, много документов, особенно пользуются наши категории, вот Кировской области, закон 607-го, потому что у нас там упрощен порядок предоставления документов. То есть если многодетная мама, она принесла свое удостоверение, адвокат откопировал, помощь оказывается, если это не работающий пенсионер пенсионного удостоверения, если это участник боевых действий, то здесь не надо никаких документов собирать. А вот малообеспеченные, малоимущие, которые, на мой взгляд, наиболее нуждаются в этой бесплатной юридической помощи, они, по сути, ее лишены, потому что, если это не одинокий гражданин, то ему надо собрать сведения о доходах всех членов семьи за три последних месяца. То есть пока он собирает эти документы, там уже могут сроки уйти. Поэтому вот эта категория, которая наиболее нуждается, как-то надо все-таки к двукратному величине прожиточного минимума все-таки прийти и, наверное, как-то немножко упростить порядок предоставления документов. Теперь процедурно. То есть вот если вы до этого говорили, что если бы у вас наделили правом законодательные инициативы, то этот законопроект пошел бы быстрее. Сейчас каковы шаги по его принятию? Ну сейчас, вот насколько я знаю, ведь тут несколько у меня юридический форум питерский выбил из Кореи, поскольку у нас и Минюз собирал общественный совет 19 мая или 18, сейчас точно не помню, тоже обсуждался законопроект и предложение. У нас, насколько я понимаю, сейчас у нас Министерство финансов тормозит. Они боятся, что принятие этого законопроекта потребует дополнительных финансов из бюджета. Хотя мы в обосновании писали, что дополнительных средств не потребуется. И приводили все цифры вот конкретно по каждой категории дел, наших категорий в 607 законе, сколько человек конкретно обратилось, на какую сумму помощь оказана, и что у нас это не выльется там прям в массовое хождение за юридической помощью, и денег бюджетных не хватит. Я думаю, что мы все эти годы жили, так сказать, с остаточными явлениями. Если нам три года, два года выделялось по 2 миллиона 145 тысяч в 2013, но там, по сути, только один квартал бесплатная помощь у нас работала, пока там все поправки вносились, принимался закон, мы за кварталы тратили только 43 тысячи из того, что нам давали, все остальное, что в бюджет. То есть какая-то часть все равно неосвоенными возвращается? Каждый год они неосвоенными возвращаются, нас практически мы только за 15-й год практически освоили, там у нас где-то 200 тысяч осталось. Я понимаю, что, может быть, бюджету это выгодно, когда деньги, которые выделялись на бесплатную юридическую помощь, не использованы, и они ушли куда-то в бюджет на другие нужды. Но я думаю, что все-таки гражданам, которым эта юридическая помощь нужна, и которые реально не смогут сами ее осуществить, лучше бы мы их потратили по целевому назначению, а не возвращали обратно в бюджет. И на сегодняшний день, будем так говорить, на этот год нам 1 миллион 327 тысяч выделено, я думаю, что нам этой суммы будет достаточно. Тем более, пока у нас примут, пока у нас пройдет информационное обеспечение, пока мы жителям области объявляем о том, что появилась и есть такая помощь, это точно так же, как в 2013 году, когда мы вообще начинали эту бесплатную помощь, тоже пока не было информации, никто ведь не бежал к нам в припрыжку за оказанием этой помощи. И я думаю, что нам этих денег более чем достаточно, и даже, наверное, из этой суммы еще что-то останется, если даже мы дадим дальнейшее сопровождение. Несколько раз Вы уже упомянули юридический форум, что за мероприятие, где-то что-то посетили, какое-то массовое? Ну, это, в общем-то, традиционно уже стало проводить Санкт-Петербург с 18 по 20 мая, Международный юридический форум. Там работает очень много площадок, до 78 площадок в день по разным тематическим вопросам. Там и финансовое право, банковское право, чисто юридические вопросы. Федеральная палата адвокатов проводит свою площадку по вопросам вот оказания бесплатной юридической помощи, вообще организации помощи, и в том числе пробоны в разных регионах, в разных странах и республиках. И представительство в этом году тоже уж, это шестой уже юридический форум проводится. Традиционно открывает его Медведев, приезжает, в общем-то, с приветственным словом. Вот, и здесь тоже речь идёт, вот на сей раз представительство было очень обширное. Это, если говорить о дальних, это Франция, Германия, Англия, Америка, Гонконг. Если из нашего ближнего зарубежья, это, в принципе, практически все страны ближнего зарубежья. Это Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Латвия, Литва, Белоруссия. Это, в общем-то, представительство очень такое обширное. И этот форум очень даёт в плане вот обмена опытом, в плане того, что можно послушать, как организована эта же бесплатная помощь, как организовано оказание помощи по уголовным делам в других странах, в других регионах. И, в общем-то, подчеркнуть то лучшее. Мы что-то берём, допустим, мы смотрим сейчас Белоруссия, у них есть монополия адвокатуры на представительство в судах. Мы сейчас об этом только ведём речь. И у нас программа Минюста, которая обсуждается уже много лет, и которая нам каждый год говорит, что вот мы в 2016 году всё юридическое сообщество объединим в адвокатуре, и тоже будет у нас монополия адвокатуры на представительство в судах. Но у нас пока мы только об этом говорим. Я думаю, что в 2016 году это не случится. Сейчас речь идёт о том, что это будет в 2017 году. Но пока продумывается процесс, как нас будут объединять с юристами, частнопрактикующими. Поэтому в разных странах это проходило по-разному. Во многих странах ближнего зарубежья там тоже есть опыт именно представительства только адвокатов в судах. Поэтому с белорусами мы уже неоднократно встречались на уровне Федеральной палаты адвокатов России. И, в общем-то, и Хартиу подписали на нынешнем юридическом форуме о сотрудничестве со всеми странами, которые присутствовали на данном форуме. И то, что положительное, что у них есть хорошего, я думаю, что мы будем перенимать. А чем-то кировским, возможно, удалось поделиться с коллегами? Ну, мы общаемся. В принципе, киров у нас знают и на уровне Федеральной палаты. И сейчас мы, в принципе... Есть у нас какие-нибудь ноу-хау, которые можно представить? Но у нас, по большому счету, настолько, насколько у нас организована бесплатная юридическая помощь в области именно оказываемой адвокатами, настолько широко, вот в России, по крайней мере, ни в одном регионе так эта помощь не оказывается. Потому что у нас адвокаты – это юридическая приемная президента Российской Федерации в Кировской области, это по линии ассоциаций юристов России, это и при МФЦ, так называемых, когда в одно окно, там тоже адвокаты оказывают эту бесплатную помощь. И, в принципе, у нас еще очень много так вот называемых пробуны, которые вообще не компенсируются никоим образом. Но единственное, что никак не могу убедить своих коллег, что все-таки надо хотя бы какие-то журнальчики ввести, чтобы реально мы могли показать цифру, сколько у нас реально вообще вот этой бесплатной помощи показывается. Ну и сама тоже грешна. Ну, позвонила там знакомая подруга, одноклассница, проконсультировала по телефону, но я же нигде это тоже не фиксирую. И чаще всего, особенно в районах, так и случается. Тоже там где-то одноклассница, там где-то сосед, где-то еще кто-то. И вот эта вот помощь, она же тоже, по сути, юридическая консультация, но ее никто нигде не фиксирует. То есть, если мы сейчас вот это усовершенствуем до дальнейшего юридического сопровождения, мы вообще будем впереди планеты всей по части оказания? Да, потому что вот я, честно говоря, получила благодарственное письмо от комитета по законодательству, от Клишиса. Он сам ее мне вручил на этом форуме, потому что мы активное участие принимаем в обсуждении законопроектов. Обсуждали тему злоупотребления правом на защиту в комитете, в федеральном собрании, в Госдуме. И обсуждали тему медиации, то есть решение спора досудебное, урегулирование мирное. Я думала, что за это, в общем-то, письмо это и получено. Было, конечно, приятно, потому что нас отметили, в общем-то, пять человек со всей России, тех адвокатов, кто работал в плане оказания бесплатной помощи, обсуждения вот этих законопроектов. У нас еще одна небольшая реклама. Для тех, кто только подключился, в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузлеева. Общаемся мы сегодня с заместителем секретаря общественной палаты Кировской области, Мариной Копыриной. Перейдем к следующей теме, к ремонту дорог. К ремонту дорог тоже в свете общественной палаты, потому что, насколько я понимаю, не знаю, правда, это было подписано на соглашение или на словах эта договоренность была достигнута, что общественная палата теперь будет контролировать еще и процесс ремонта дорог. Ну, кроме того, что, насколько я понимаю, уже прошло какое-то первое заседание вот этой рабочей группы. То есть, мне еще интересен вопрос, какого плана. То есть, то, что сейчас, по сути, власть привлекает уже, ну, уже всех к тому, что мы проконтролировать этот ремонт дорог, уже все совсем своим бессилитом и расписались, что у нас нет никаких рычагов воздействия на подрядчиков. Нет, там, знаете, вопрос, конечно, очень сложный. Ну, и, как наша пословица, две российские беды, да, дураки и дороги. Вот для Кировской области, особенно дороги, наверное, это вопрос очень актуальный. Насколько вот сами жители Кировской области, когда мы ездим, мы видим, насколько у нас дороги в плачевном состоянии. И здесь, я даже думаю, наверное, не столько расписалось правительство там в своем бессилии, сколько... Проблема в том, что здесь несколько, в общем, юридические понятия есть. Есть капитальный ремонт дороги, есть текущее содержание дорог. И вот это текущее содержание дорог, так называемый ямочный ремонт, там нет никаких гарантийных обязательств подрядчика. То есть, если по капитальному ремонту дороги у Министерства транспорта Кировской области есть гарантийные обязательства подрядчика, который там дает гарантию на 4 года, да, когда по качеству дороги, то по ямочному ремонту, по сути, никто ни за что не отвечает. Как сделать, так и сделать. Ну, я слышал, что там по ямочному полугода, ну, как раз вот сезон не входит. Вообще никаких гарантийных обязательств там нет. Поэтому вот в этом проблема. Ну, и у нас вчера состоялось первое заседание рабочей группы, которая создана, она у нас называется «Рабочая группа общественного контроля по ремонту дорог». Эта группа у нас создана, в общем-то, уже в преддверии закона. Несмотря на то, что закон у нас Кировской области об общественном контроле пока не принят, но российский закон, он принят и действует, в рамках этого закона мы, в общем-то, эту рабочую группу создали. Если интересно, я могу сказать, что в эту рабочую группу у нас вошли Брам, Шарифов, Копырина, Сичихин, Булдаков Александр Владимирович, Титов Роман Альбертович, Смитани Евгений Васильевич, Усенко Андрей Леонидович. Но это еще не окончательный состав рабочей группы, потому что мы решили привлечь еще не только общественность, как бы, к работе в этой группе, но и специалистов, экспертов. То есть сейчас на сайте общественной палаты должно быть размещено объявление о том, кто желает войти в состав рабочей группы еще по контролю. И потом... То есть это только члены общественной палаты или любой? Нет, нет, нет. У нас даже вот в этом перечне, который я вам назвала на сегодняшний день, здесь тоже не только члены общественной палаты, но и общественники, которые заинтересованы тем, чтобы в городе все-таки были качественные дороги, и деньги, которые выделены на ремонт дорог, ушли именно целевым назначением, и чтобы они были использованы, и качество дорог чтоб было. То есть мы решили на сегодняшний день пока вот смотреть контракты, которые будут заключаться с теми, кто уже выиграет в плане содержания, потому что вот Титова Роман Альбеторович привел пример того, что в одном из контрактов возложена была обязанность проверять качество выполненных работ на самого подрядчика. Согласитесь, что это большая глупость, потому что кто будет, так сказать, себе в ущерб какие-то выводы делать о том, что сделано некачественно. Плохо сделали работу, нужно заплатить штраф. Поэтому вот это большая глупость. Поэтому мы решили в этом плане, хотя я понимаю, что там в принципе юродел работает, есть юристы, специалисты, которые это проверяют, но мы решили, что мы все-таки посмотрим на первом этапе контракта эти, чтобы было там все нормально в плане условий заключения договора, где необходимость, это была гарантия по качеству выполненных работ, и в плане того, чтобы были условия договора, в общем-то, разумными. И потом у нас договоренность есть такая, что мы будем отслеживать начало работ по ремонту того или иного участка. То есть это уже какая-то выездная работа, да? Да, будет и выездная в том числе. Начало работы и окончание работы. То есть все этапы выполнения работ министерства транспорта нас будут информировать, и мы будем либо вместе с ними, либо там отдельно от них, но будем выезжать и смотреть тоже, насколько качественно и насколько все это хорошо. Понятно, что мы лабораторные исследования, мы не специалисты, не можем там отследить, но нам было... Это нужно по каким-то базовым дознаниям нужно будет подковаться, соответственно. Ну, у нас будут для таких целей привлечены эксперты-специалисты. То есть мы их потом в конечном итоге обсудим на рабочей группе, рекомендуем Советы Общественной Палаты утвердить их как вовчины рабочей группы. То есть это те люди, кто сможет понять, там, по мосту заделаны ямы или нет? Да, реально, которые будут уже, так сказать, мы как общественность, вот я, допустим, вижу, что там где-то что-то криво отсыпано или еще что-то сделано, но я не специалист и не знаю, там, сколько сантиметров должна быть отсыпка, допустим, грунтовки, щебня, сколько там асфальта должно быть проложено в сантиметрах при ремонте. А специалисты, они уже в этом плане нам будут помогать. И, в общем-то, решение такое было о том, что выезжать мы будем не по одному. То есть кто-то, два-три члена рабочей группы будут выезжать обязательно, чтобы у нас, в общем-то, мнение было ни одного человека. А то есть если вот у меня, как там, у простого кировчанина, пешехода, автолюбителя, неважно, возникают какие-то сомнения по поводу ремонта дорог, то есть мне тоже показалось, что какой-то участок отремонтирован совсем не по правилу, то есть я могу просто в общественную палату? В общественную палату, да, сообщения на сайт написать, позвонить по телефончику, будут работать, я думаю, что у нас это горячая линия, будут приниматься звонки. И сейчас на сайте размещена информация о том, чтобы жители Кировской области обращались со своими пожеланиями, где они считают в первую очередь необходимо произвести ремонт дорог. И потом на основании того, где будут обращения наибольшее количество, и будем ориентироваться, насколько правильно приняло решение правительство отремонтировать те или иные участки дороги. А мне вот еще интересно, эта инициатива, она исходила от общественников или от правительства? Просто интересно, насколько правительство вообще будет реагировать на это? Нет, эта инициатива исходила от общественников, поэтому у нас даже вот министр транспорта, который присутствовал у нас на заседании, высказал опасения о том, что как бы мы не помешали работе, вот выполнению этих дорожных работ. Но я, конечно, была очень удивлена. Министр транспорта, наверное, думает, что эта дюжина людей будет набегать на место ремонта работ. Да, что мы-то никоим образом, у нас даже в законе об общественном контроле написано, что мы никоим образом не должны нарушать работу той организации, которую мы проверяем, осуществляем контроль в той или иной форме. То есть на работу это никак не скажется, это только лишняя помощь правительству и тому или иному министерству, где общественники подключаются и помогают осуществлять контроль. Это должно быть, наоборот, плюсом, а не минусом. То есть если Альберт Запольский нас сейчас слышит, не бойтесь, они вам будут помогать. Да, мы об этом и вчера говорили ему, что в этом плане, что никакой там не парализуем мы работу Министерства транспорта, мы наоборот будем содействовать, чтобы это все вовремя. Но реально сроки мы можем отследить, допустим, если обозначено, что там 20 июля должны начаться работы по тому или иному участку дороги, они не начинаются. То есть мы уже можем бить тревогу и там стучать во все двери и звонить во все колокола и говорить, ребята, вы почему не делаете? У нас ведь есть сроки, у нас потом деньги ведь эти заберут, мы же их должны осваивать тоже в определенные сроки. Чтобы не получилось так, что там 900 миллионов нам на область дали, а мы просидели, пока мы готовили документацию, пока мы проводили там все эти конкурсные отборы, пока мы контракты заключили, срок прошел, деньги забрали. Вот чтобы в этой ситуации не случилось, в том числе общественности подключаются, чтобы мы вовремя могли где-то чего-то там подсказать и помочь. Три минутки у нас осталось. Успеем, наверное, обсудить нововведение в законопроекте по фонду Капремонта. Теперь фонд Капремонта сможет направлять средства жильцов на ремонт в другие муниципалитеты. То есть, грубо говоря, где-то денег недособрали, возьмут из Кирова, где денег, в принципе, неплохо собирают и перенаправляют там, не знаю, в условную СУНУ. Я не знаю, платят ли СУНУ, пусть она будет в качестве примера. Разумеется, законопроект вызвал там ряд вопросов. То есть, на ваш взгляд, справедливо ли, как распоряжаться средствами собственников? Где гарантии, что сейчас мои деньги будут в другой муниципалитет, а потом мне их вернут? Возможно, там они никогда не будут платить. Я вообще была изначально против законопроекта, но нас и закона потом уже, когда он вступил в силу, потому что он вообще, на мой взгляд, не продуман. Вообще, надо было принимать его в ряде регионов проектных, пилотные, как обычно делали проекты, ну, пять регионов, допустим, запустить, причем совершенно разных по экономическому состоянию. И посмотреть, как работает, конечно. Потом вот это неразумно, так сказать, всех под одну гребенку решаем вопрос о том, что да, там надо порешать, принять, освободить, но пока ведь это в УСМИ не там тоже. То есть, лица старше 80 лет. Если у нас, допустим, через 40 лет дом ремонтировать будут, в котором живет гражданин, ладно, если еще мы говорим, там наследники какие-то есть, да хоть наследники воспользуются правом. А если это одинокий человек, зачем ему эти деньги платить и для чего? Что он будет вот ремонтировать, почему он это должен делать? То же самое возьмите инвалидов, да, которые на сегодняшний день тоже не освобождены. Из их, будет так говорить, нищей пенсии, если бы она у нас была достойна оплачивать какие-то расходы. Тоже вопрос. Потом вот эти вот тоже, фонд региональный оператор и спецсчета, который позволено открывать, причем, в принципе, ограничений на сегодняшний день нет. Может открыть любое уведомие регионального оператора, открыть этот спецсчет. То есть региональный оператор будет и так недособирать, потому что те разумные люди, которые понимают, что лучше иметь свое и контролировать эти средства, которые, допустим, принадлежат одной управляющей компании или ТСЖ, либо в общий котел бросать и неизвестно, куда потом твои эти деньги денутся. Вот о том, что вы говорите, что приняли поправку, что можно направлять там кировские деньги в Суно, в Белую Холницу, там во Мутнинской, куда угодно. Не факт, что потом нам кто-то эти деньги отдаст и что они будут. Я вообще не понимаю, для чего вот это вот принимается. Я понимаю, как нам объясняют, что это да, в благих целях, что там не хватает, что там в плачевном состоянии, что там еще хуже, чем в Кирае, что надо отремонтировать. Но тем не менее, почему мои деньги как собственника, а я-то их собираю на свой будущий капитальный ремонт. И я надеюсь, что если я их собираю, что мне когда-то их региональный оператор отдаст, то я смогу свое жилое помещение, в котором я проживаю, отремонтировать. А не то, что отдали деньги в эту же Суну, если вам она нравится, а потом в конечном итоге мы никогда из этой Суны эти деньги обратно не получим. Какая ответственность регионального оператора в этой ситуации будет? Кто будет отвечать? Если будут отвечать региональные операторы, Бога ради, что мне понадобилось, допустим, в 2020 году на ремонт моего дома, а у меня забрали там, будем говорить, 2 миллиона, что региональный оператор гарантирует, что он мне эти деньги, несмотря на то, проплатила ему Суна, не проплатила, он их отдаст. Но это ведь не факт. Поэтому я вообще, конечно, к этому закону очень критически отношусь. Я понимаю, что у нас сейчас пытаются все возложить на субъекты, а субъекты, соответственно, на собственника. Уже как бы открутиться. Да, поэтому получается так, что на сегодняшний день, по большому счету, Конституция гарантирует, но ответственность и содержание, время содержания несет собственник. И насколько он сможет это время нести, настолько он в конечном итоге получит ту услугу, на которую он рассчитывает. На этом мы сегодня заканчиваем. Это было особое мнение заместителя секретаря общественной палаты Киросской области Марины Копыриной. До встречи. До свидания. Продолжение следует...